Доброго дня, уважаемые участники Академии Рой-клуба! Анастасия, рада приветствовать вас! Ну что, сегодня четвертое занятие у нас по движухе на ютюбе, которых пройдет Виктор Широких. И не буду тогда долго растягивать приветствия. Сразу передаю ему слово и поехали! Благодарю, Игорь! Вот, как всегда, на технической части. Друзья, и снова здравствуйте, и снова движемся. Я очень рад, что вы в этот понедельник день тяжелый, а может быть и не очень тяжелый, выбрали время, выбрали возможности участвовать в нашем занятии, потому что те, кто сегодня будут на этом занятии, соответственно, они получат максимальный импульс для своих видео. Друзья мои, ответьте, пожалуйста, кто же из вас записал свое первое или, может быть, там, второе, третье видео, но вот буквально первый опыт, поставьте единички. Кто все-таки это сделал? Так, Алексей, Ирина, Ирина, ну, друзья, ну, кто же это сделал? Татьяна, Светлана, Людмила, умнички, Анастасия, прекрасно. Вот именно вы те самые чемпионы, потому что когда это пятое, десятое, двадцатое видео, это уже так не воспринимается. Но когда это первенец, когда это ваше творчество, выстраданное в муках, понятное дело, боролись сначала с камерой или с телефоном, потом с программой для монтажа, со звуком, с разными нюансами, потом с Ютубом, загружали все. Я понимаю, насколько это сложно. Я понимаю, насколько это, особенно в первый раз боишься ошибку совершить. Этот персекционизм, этот синдром отличника есть у каждого из нас. Он заложен был в те незапамятные времена, потому что я понимаю, что большинство людей, которые находятся здесь, это люди все-таки среднего и старшего возраста. И не нужно ни в коем случае, Ирина, ни в коем случае не переделывать. Ни в коем случае. Я запрещаю. Почему? Поясню. Потому что первое, второе, третье, пятое, десятое видео – это начало вашего пути становления, как блогера, как ютубера, как человека, который готов развиваться. Вот поймите. Вот то, чем вы занимаетесь, это новое для вас что-то. Это часть познания себя. Вы в первую очередь познаете себя через съемку, через риторику, через воспринятие своего образа полюбите себя, полюбите свой голос, полюбите свой образ. И только тогда полюбят вас люди. Повторяю. И если вы не любите себя, вас тоже никто любить не будет. К вам никто не придет из партнеров, потому что в вашем голосе будет чувствоваться неуверенность. В вашем голосе будет чувствоваться что-то, что-то неуловимое, что будет вас показывать того человека, который сомневается, боится, страшится, не уверен в своих силах и, соответственно, не может ничему научить, ничего передать. Люди любят успешных людей. Так вот, ваша задача – улыбаться. Ваша задача – говорить спокойно, размеренно, со знанием дела, а для этого нужно все равно учиться. Для этого нужно обучаться, практиковаться. Поэтому я и говорю, что первые видео будут, они самые, может быть, даже самые неудачные видео или, скажем так, самые простые, самые, может быть, там, где вы чувствуете себя еще неуверенным, страшитесь, боитесь. Это тот самый начало пути вашего становления. И когда пройдет, может быть, полгода, может быть, год, и вы просмотрите те свои первые видео, вы действительно улыбнетесь, и вы поймете, насколько вы уже выросли. Вы поймете, какой разрыв между вашим нынешним и тем, кем вы будете через год. Поэтому ни в коем случае не удалять, не переделывать, потому что любое видео, запущенное в сеть, лучше того видео, которое постоянно переделывается, подшаманивается, разукрашивается, делается лучше микрофон, покупаются лучшие камеры, но которые так и никогда не увидят свет. Пусть ваше видео, которое вы сделали, первое ваше, ваши первые детища, пусть они уже работают, пусть они уже начинают приносить тот самый трафик, пусть они начинают выстраивать ваш собственный личный бренд. Поэтому я тоже немножечко подготовился к этому занятию. Я не буду оценивать содержание видео, я не критик, потому что у каждого своя целевая аудитория, и я сам всегда говорю, что я не рубль юбилейный, чтобы всем нравиться. У меня своя аудитория, у каждого из вас будет своя аудитория. Поэтому я буду оценивать только лишь технические нюансы. Вот. И сегодня нас уже 42 человека. Еще раз всех приветствую, и мы переходим непосредственно к анализу. Сегодняшняя наша презентация, давайте посмотрим те вопросы, которые мы осветим. То есть сегодня, после этого занятия, те люди, кто меня слышит, слушает и делает, как я говорю, у них будет результат больше или лучше тех, кто меня не слышит и не делает так, как я говорю. А я говорил, что нужно записать свое видео, неважно, это ваше личное будет видео по вашему по вашему личному плану или по плану соответственно ваших кураторов. В любом случае нужно будет видео подготовить, сделать значок, загрузить на YouTube, прописать все нюансы, о которых я говорил, и оставить его в доступе по ссылке. И вот сегодня, после завершения нашего занятия, мы переходим на видео, в настройки, делаем его доступным, открытым для просмотра, и соответственно начинаем создавать под ним максимальную активность. И вы должны понимать, что когда ваш канал пройдет какое-то время, он уже раскрутится и наполнится реальными подписчиками, которые будут не просто создавать перепись населения, а это будут люди, которым нравится ваше видео, которые с удовольствием его смотрят, которые с удовольствием его лайкают, комментируют, создают под ним социальную активность, когда это будет ваша личная целевая аудитория, которой нравятся ваши видео и которые ждут их. И вот когда это уже будет какая-то критическая масса, тогда каждое новое видео уже будут подхватывать ваши подписчики, ваши зрители, и они будут его смотреть. Дальше YouTube будет помогать вам, потому что он уже начнет видеть, что роботы YouTube будут определять, что под вашим видео пошла социальная активность, пошли комментарии, пошли видео, пошли перепосты, и дальше сам YouTube начинает приподнимать его в топ, в топ 10, в топ 20, и удерживает там от 48 до 72 часов, с тем, чтобы оно немножко задержалось там, потому что конкурировать с видео, где, ну, колоссальных каналов, где огромное количество подписчиков, соответственно, огромное количество просмотров, очень трудно. И поэтому новое видео может не пробиться, хотя оно будет там очень суперинтересным и супервирусным. Поэтому YouTube помогает в первые дни, он вам помогает. Но для того, чтобы он помог, вам нужно эту активность запустить. Понимаете? Даже если вы записали просто видео и выложили его на канал, но его никто не видит, никак оно не движется, то и роботы YouTube его не увидят, не заметят, не заметят этой активности. Поэтому ваша задача в первый час после публикации видео, после того, как мы его оставляем в открытом доступе, дать ему импульс для раскрутки. Как можно дать этот импульс? Конечно, в идеале в первый час должно быть порядка ста просмотров. Это идеальный вариант. Но даже если у вас будет 20, 30, 50, это будет супер. В течение суток, конечно, в идеале, чтобы видео ваше набрало порядка тысячи просмотров. Но это если будет 200, 300, 500 просмотров, это тоже супер. Что нужно делать, чтобы ваше видео соответственно получило и социальную активность, и просмотры, чтобы люди смотрели максимально долго. В первую очередь это, конечно же, ваши коллеги, то есть те люди, кто уже в теме, ваши друзья в Рой клубе, ваши друзья, ваша структура, или же даже коллеги, неважно, поскольку вот сейчас я открою экранчик, это у нас будет, да, будет полного экрана, думаю, все видно. И вот я отобрал пять видео, которые я проанализирую. Проанализирую исключительно в техническом плане. Так, и Ольга Куценко. Итак, что я вижу? 27, так, пардон, 16 ноября, прошло два дня, 27 просмотров, уже 11 лайков, комментарии, да, пять комментариев. Ну, что ж, Ольга делает все правильно, или не все правильно. Что я вижу? То есть для того, чтобы и обратная связь была, Оля, пожалуйста, услышьте меня. Ну, во-первых, вам нужно комментарий свой собственный закрепить, чтобы он был здесь. Вот эти вот вот эти вот хэштеги здесь не должны быть, они должны быть в конце, в самом конце. А вы здесь украли свободное место, здесь должна быть либо ваша реферальная ссылка, либо даже просто ссылка на сиген, либо же ссылка на какой-то алгоритм, пошаговую инструкцию для ваших действий. Инструкция может быть вообще и в текстовом формате. Вы можете ее закачать хоть в Google диск, хоть на Яндекс диск, хоть в облако Mail.ru. То есть человек просто скачал и делает ровно то, что вы хотите, чтобы он получил, чтобы он сделал. Либо это может быть, как я говорил, на своем блоге или же на страничке ВКонтакте. То есть вот это вот место под вашим заголовком, который вы продублировали, вы украли его. Это самое полезное место, которое видит человек, который пошел под видео и, соответственно, если все это закреплено у вас опять же в комментарии, то его человек увидит. Что дальше? Дальше я вижу, что вы не отвечаете на комментарии своих подписчиков. Я, конечно, к вам подпишусь. Подписчиков у нас так, я тут не вижу сколько. 11 подписчиков. понятно, начало пути. Но вот эти вот сердечки, лайки от автора канала ставить правильно, обязательно. И нужно ставить их всем. Не важно. То есть вы просто даете обратную связь. Ставьте лайки чужим комментариям. Вот. И вместе с тем, ну, либо же дизлайки, опять же. И вместе с тем нужно отвечать на любой, на любой комментарий. Всегда. Давайте людям обратную связь. Во-первых, человек чувствует, что он не просто так отписался в никуда. Ему в любом случае приятно, когда есть хоть какое-то доброе слово, которое кошке приятно. Ну, согласитесь со мной. Поэтому обратную связь в комментариях давать всегда, даже на негативные комментарии. Зацепите тролля, скажите, что он тролль. И как-нибудь еще подковырните его, пусть он еще пишет, пусть пишет и пишет и пишет, хоть запишется. Вам нужна эта социальная активность. Поймите меня, работайте со своей аудиторией, это важно. Теперь, что я вижу у вас в тегах? мало тегов. Мало, здесь их помещается гораздо больше. Я подразумеваю, что можно еще, наверное, 5, 8, 10 их сюда, по крайней мере, потому что здесь маленькие. Вот сиген, призм, призм. Мне кажется, еще можно больше. То есть не стесняйтесь, забивайте по максимуму. А чтобы видеть, чтобы видеть, сколько осталось, вам нужно поставить вот это самое приложение vidIQ. Тогда оно будет вам показывать эти моменты. Сколько осталось у вас тегов, сколько осталось у вас символов для описания. Вот эти вещи оно будет показывать. Дальше, что я еще вижу при помощи вот этого самого приложения? Оно бесплатно, друзья мои. Я же вам говорил, поставьте его, не стесняйтесь, видIQ. Оно вам очень сильно поможет. Ну вот по этим цифрам я пока смотреть не буду, эта статистика позже покажет. Но я уже вижу чек-лист оптимизации вашего видео. Заголовок слишком длинный, вот это не переживайте. Вот за это не переживайте. То есть сколько позволяет он, столько и позволяет. Поэтому в принципе чем больше вы пропишите ключевых слов в заголовке, тем лучше. Теги слишком коротко, о чем я и говорю. Тегов мало. Описание есть, но я бы его, конечно, сделал гораздо больше. Подсказки нету, конечной заставки нету, о чем я говорил, почему нету. Либо у вас первое видео, чтобы подсказывать нечего и нечего оставить в конечной заставке. Ну, я не знаю. Вот. Ну и вот эти вот моменты поделились на Фейсбук, поделились на Твиттер. Опять же, видите, что нет закрепленного комментария. Это вот мы сделаем чуть позже. Итак, что я еще не вижу? Теги каналов нет, тегих каналов. Скорее всего, нет и описания канала. Я не буду уже переходить, потому что будет подвисать. Но это важно, это то, как вас тоже будут находить. Понимаете? Вас будут находить и по тегам канала, и по описанию. Если у вас этого нету, большой привет. Вы ограничиваете свои возможности. Надеюсь, Ольга меня поняла. Перехожу дальше. Так, пассивный доход призм. Ну вот, все бы хорошо. Я не знаю, кто этот человек. Ага, Маргарита Лисицкая. Какая прелесть. Маргарита, вы стесняетесь своего имени и фамилии? Ну и сделайте свой канал по имени и фамилии. А напротив напишите пассивный доход призм. С Маргаритой Лисицкой. Пассивный доход на призме с Маргаритой Лисицкой. Это будет звучать гораздо эротичнее. Ну потому что люди идут на людей. Поймите, если просто это какой-то пассивный доход призм, канал так называется, и что дальше? Он не запомнится никогда. Вы должны быть яркой индивидуальностью. той самой звездочкой или той самой лампочкой, на которую будут лететь светлячки, мотыльки, новые подписчики, новые зрители. Поэтому старайтесь развивать себя. Не рой-клуб, не призм, не заработок в интернете, не пассивный доход, а себя любимую. И не стесняйтесь. Поехали дальше. Но Маргарита не первый, не первый, скажем так, семестр в нашей академии. Вот, почему-то я тоже не подписан. А может, это просто другой аккаунт. Иногда я просто переключаюсь и с трех сразу подписаться одновременно не могу. Что я вижу? Да, вижу у нее ссылочка. Помощь в регистрации прекрасна. Контакты, как я и говорил, прекрасно. Так, обучающий ролик по торговле, бла-бла-бла. Теги и самые главные теги, соответственно, у нас в начале все правильно. Ну, в описании я написал бы побольше, побольше для роботов, чтобы ваше видео было, имело функцию блога в том числе, чтобы ваше видео находили не только в Ютьюбе, для чего мы пишем описание, а чтобы его могли находить в поиске Яндекса и Гугла. И за это отвечает именно ваше описание. То есть поисковые роботы, им какая разница, они бродят по просторам интернет и собирают текст, который содержит те самые ключевые слова, которые вы забиваете. И вот если этот текст будет под видео, ну, welcome, то есть ваше видео будет показано тоже в поисковой выдаче. На это обращайте внимание. Вот у Маргариты комментарий закреплен. Все правильно, он вверху, и он тоже подчеркивает, если вдруг человек соответственно не увидел в описании под видео, но потом начал смотреть комментарии, снова наткнулся глазами на ссылочку или же на призыв к действию, который подразумевает автор видео. Здесь я вижу, что Маргарита пишет ответы. Соответственно, нужно лайкать и все то же самое делать. То есть обратная связь обязательно. Прекрасно. Теги канала вижу, все хорошо, потому что не первый раз, умничка. Теги видео у меня подозрения, что мало, можно еще столько же смело воткнуть однозначно, потому что забейте в поиске Сигин по-русски и по-английски и будет очень много. Кстати сказать, у вас нету почему-то, по-моему, ни здесь, ни там, я не увидел Сигина по-русски. Сигин, Сиджин, поймите, это все трансформации вашего, вот даже сейчас проверю, но это же, это же, вот, мне кажется, однозначно будет. Давайте проверим. Пишу Сигин. О, кстати сказать, Сигин пишу. Смотрите, 433 песня, а напишу-ка я Сигин. Стоп, вот так. И так ошибаются. Сигин про пишут, ребята, еще больше, 695. Сигин про, ну, это же наш, действительно, это наш запрос. Если вот этот Сигин, это может быть фамилия чья-то, Сигин, Сигина, но Сигин про это то, что доктор прописал. Поэтому это 100% наш ключевой запрос. Его обязательно взять надо. 96 человек вы потеряли. Поехали дальше. Сиджин, давайте напишем. И по Сиджину 616, и Сиджин про 248. Вы меня услышали? Берите на вооружение. Вам никто этого не расскажет. Любые транскрипции, любые ошибки, это ваши ключевые слова. Я думаю, идея вам понятна. Итак, возвращаюсь к видео. Что у нас здесь? Заголовок есть? Теги, о чем я и говорил слишком коротко. Описание, подсказки, конечные заставки. Умничка. Закрепленный комментарий, комментарий с сердечком. Все прекрасно. Поделиться мы обязательно поделимся. Так, прекрасно. С Маргаритой все. Далее, кто у нас тут? Сергей Соколовский. Один подписчик. Ну, что ж, добавлюсь. Буду вторым подписчиком. Поставлю лайк. Смотрим, что у него. Быстро продаем, покупаем призм. Опять же, то же самое, та же ошибка. И что, где описание? Где все о том, о чем я говорил? Такое ощущение, что я просто сотрясаю воздух. Где ваши контакты? Для кого вы это пишете? Вы пишете для того, чтобы получить стипендию? Да нахрена нужна ваша стипендия кому-то, если вы не сможете самого главного получать от видео Ютуба? Трафик. Вы должны эмоции у людей создавать своими видео. В первую очередь, не просто буботеть технические какие-то моменты, а научиться вот всем этим нюансам вначале просто овладеть искусством создания видео, размещения, всего прочего, а потом начать работать над собой. В первую очередь, вызывать эмоции, доносить сложные вещи простым языком. Но самое главное, все вот эти вот нюансы не важны, иначе вы потратили наверняка час времени, а то может быть полдня времени вы потратили на то, чтобы записать этот видеоролик, разместили его на Ютубе, сделали то-то, 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 а самое главное, вы не сделали. Где ваш призыв к действию? Что должен человек сделать, посмотрев ваш видеоролик? Если вы говорите это голосом, хорошо, но если вы это не говорите и не пишете, то грош цена вашему видео. И не обижайтесь на меня, что я так наезжаю. Я буду наезжать, потому что правду вам никто не скажет. А если вы не услышите правду сейчас, то какой смысл всем этим заниматься? Надеюсь, каждый из вас примет на свой счет, потому что даже если я ваше видео не вижу, записывайте, берите бумагу, записывайте характерные ошибки. Это очень важно. То есть, если вы потратили кучу времени на создание видео, так закончите этот вопрос. Закончите, закройте все эти нюансы технические, потому что они очень важны. И сразу вам 50% вашего результата срежут, если вы это не будете делать. Название, призыв к действию, описание, контакты свои, описательная часть, хоть 500 символов напишите, чтобы, опять же, роботы Ютуба это видели. Отвечайте на комментарии, закрепляйте свой комментарий, для кого я опять все говорю. Теги видео, тегов хорошо, много, но я не вижу в вашем описании слова MLM в принципе. Для чего MLM? Ну вот, MLM так, MLM сяк, майнинг, заработай хорошо, играючи, блин, инвестирование, все в кучу, зачем это все? Вы же, вы же описываете сервис Рой Клуба. Рой Клуба. Ну и говорите о Рой Клубе. Ваши ключевые слова должны быть это Сигин, Сиджин, Сигин, Сиджин Про, по-английски, по-русски. Рой Клуб. И все вокруг этого. Покупка, продажа, призм. Вы поймите, вы кучу, вы кучу ненужных ключевых слов сюда забили, а самого главного не осветили. Люди интересуются покупкой, продажей монет. Давайте вот еще раз вас ткну сюда носом. По-другому не могу сказать. Но это же очевидные ключи. То есть, если платформа Сигин, это первая биржа, ключи должны быть, это P2P платформа, P2P обменник, то об этом мы говорим. Смотрите, покупка призм. Мы покупаем призмы на Сигине? Покупаем. Смотрите, покупка призм. Причем призм можно как на латинице писать, так и на русском. Сколько запросов покупка призм? 240 запросов. Теперь это покупка. А теперь купить призм. Еще 7200 где купить призм. Вы что, ребята? Это очень важные запросы. Есть такие, где купить, где продать, но нету. Вот все, что угодно есть. Заработок в интернете, блин, миллион, миллион этих, миллионный запрос. Это зачем его сюда писать? Вы воруете у себя трафик. Вы воруете у себя людей, подписчиков. Они вас просто никогда в жизни не найдут. А вот это вот важно. Купить призм. А потом где купить призм и так далее. Купить призм на бирже. Это все нужно раскручивать. То же самое продать. То же самое продать призм. 435 или же просто продажа. еще 385. А если призм на латинице напишу? Ну пусть даже 17. 17 человек на дороге не валяются. Новых подписчиков. Это у вас не конкурентный запрос. Это будут самые горячие люди, которым это нужно. Потому что продажа призм еще более актуальна, чем покупка. Они у вас есть, напарамайнились. Так будьте добры, дайте людям это знание. Вы узнали, вы научились, дайте людям это знание, где продать призм. Как обналичить деньги. О, еще один запрос. Как обналичить призм? Это же тоже оно? Или призм в рубли превратить? Смотрите, прям даже, я же сам загорелся, запишу такое видео. Обналичить обналичить призм. Не уверен, но давайте посмотрим. Есть, есть 43 запроса. Призм в рубли. Так, рубли призм. Давайте вот так вот. Несогласованные вроде. Смотрите, курс призм к рублю 13 тысяч. Но это не совсем то, что мы хотели. Зато, зато, купить призм за рубли. Скорее всего, и продать есть призм за рубли. То есть, это точно наш ключ. То есть, просто нужно внимательно все это прозондировать. Пусть это будут небольшие ключи по 20, по 30, по 50, по 100. Но это будут горячие ваши, вот лично ваши подписчики. Это те люди, которые будут находить вас, и они никогда не увидят вот эти вот миллионники, они, конечно, увидят, потому что они в любом случае в топе находятся. Но, но, этих людей, которые задают эти небольшое количество запросов в месяц, вы легко можете найти. Вы легко можете их зацепить. поэтому, друзья мои, включайте свою соображалку, иначе дел не будет, потому что это все работает только в комплексе. Подсказок нет, конечных заставок нет, возможно, видео, то есть, судя по количеству подписчиков, соответственно, только в начале пути, но в любом случае это все нужно будет делать. не сейчас, так позже. Поэтому, пожалуйста, опять же, не обижайтесь на меня, но мотайте на ус, берите на вооружение. Так, Гоча, Авлакашвили, ну, простите, если вдруг где-то неправильно произнес, вопрос, но в любом случае я ваше видео проанализирую. Итак, все то же самое. Хэштеги в самый конец. Вот весь хлам писать в своих видео точно не надо, но записали вы видео по получению 100 монет 100 плюс 100, вот и оставьте вот это все там. А здесь должно быть все, что ваше ну ладно, Академия, отзывы, я согласен еще. Ну, ну все, вот этого точно не нужно. Это все отсылки на другие ресурсы. Вот, вот, либо вы меня будете слушать, либо одно из двух. YouTube не любит, когда вы уводите его на другие соцсети, на другие ресурсы. Сделайте одну-две ссылочки на посторонние ресурсы. Основная масса ссылок должно быть на ваши видео YouTube, а другие. ваши контакты здесь должны быть, должны быть. Ваше описание, то, о чем вы говорите в видео, часть этого, должна быть информация в тексте, здесь под видео. Закрепленный комментарий, обязательно. Ответы на видео ваших подписчиков, но не забывайте об этом. Ставьте сердечки свои, это тоже очень важно. теги канала, пассивный доход в интернете, заработок 2019, и ни слова о продаже, о покупке, садись два. Ну, простите, что резко, потому что я уже начинаю зажигаться. Алексей Шмаль, да, прекрасно. Смотрим 29 просмотров, 16 лайков, добавлю, подпишусь. Подробная инструкция прекрасна. Ссылочка Сиген Про, ну, в принципе, это как ключ пошел. Мои контакты есть, описание пусть небольшое, но есть. В конце у нас, соответственно, эти вещи. Видите, Алексей, пробел делать не надо, иначе это не будет хэштегом, все вместе должно быть. Вот, запятую после Сиген перед Про не надо, тоже все вместе, это все прочитается. Ну, и после запятых не забывайте хэштеги проставлять. Вот, и, соответственно, ну, посмотрите еще внимательно. Вот, что должно быть у вас здесь вверху? Ну, и я вижу Сиген, криптовалюта и призм. Вот, хотя, может быть, там должен быть Сиген, Алексей Шмаль и может быть призм. Вот, хорошо, здесь все в порядке. Вижу, комментарии, народ пишет, а вы, опять же, на них не реагируете. Вам что, жалко, что ли, пальцев своих по клавиатуре постучать? Не, ну, последний раз предупреждаю. То есть, это все, это все. Социальная активность, и не только чужая социальная активность должна быть, но и ваша. Отвечая на вопросы своих подписчиков, задавая им тон какой-то беседы, или же наоборот, создавая какой-то, какую-то дискуссию, вы, опять же, создаете ту самую активность под своим видео. Помогайте себе сами. Спасение утопающего канала делорук самого владельца канала. Эх, заголовок слишком длинно, ничего страшного не смотрим. Теги, описание, подсказки, заставки, молодец, все в порядке. Закрепленный комментарий сердечком, ну, видимо, а, есть, все есть. Закрепленный комментарий есть, единственное, что нужно отвечать на комментарии. Теги канала есть, вот, теги видео тоже достаточно много, потерял средства, потерял деньги, потерял деньги, но это же не к этому опять относится, да, но при чем тут потерял деньги и Сиген, когда тут покупка и продажа монет, ну, пожалуйста, не относитесь вы вот к тому, чтобы просто сделать, лишь бы отцепились, лишь бы приняли это видео, но это неправильно, какой прок вашему видео, если его никто не увидит, если его никто не найдет, если вы неверные ключи задали, хайп, пул, да, блин, друзья мои, ну, это явно не то, о чем вы пишете, да, вижу в конце Сиген про, показал, что должно быть, вот, думаю, что вы, Алексей, меня слышите, я видел, что вы здесь находитесь, поэтому эти вещи перед публикованием пройти еще раз, может быть, все удалить и снова набрать, снова собрать, дописать описание вот в свете этих, этих самых ключей и только потом выпускать свет. Надеюсь, я до вас информацию туда нес. Благодарю за внимание, но я еще не закончил. Так, прекрасно, Алексей увидел, что вы меня услышали, кто меня еще услышал, хочется переделать, переделывайте, то есть то, о чем я вам сейчас говорю, опять же, вам никто не скажет, вы будете делать, делать, делать видео, и что потом? И потом будет то, что вы будете делать одни и те же ошибки, одни и те же ошибки, поэтому те люди, которые пришли на движуху третий, четвертый, пятый раз, до них наконец-то доходит, что ваше видео никто не увидит, если вы не будете вот эту самую подготовительную, важную работу делать. И чем больше вы будете из академии в академии эти видосы писать, соответственно, правильно оформлять, раскручивать и запускать, тем больше вы увидите результата. то есть дорога в тысячу ли начинается с первого шага. Можно миль сказать, можно ли по-китайски, неважно, но это ваши шаги, если вы их не сделаете, никто их за вас не сделает, и я не сделаю. Друзья мои, я свои шаги начал делать 11 лет назад, и я учусь постоянно, и я исправляю какие-то моменты постоянно, и нужно немножко, когда вы занимаетесь чем-то креативным, нужно просто от каких-то всех этих забот отрешиться, выключить телефон, скайп, может быть, даже компьютер, пойти куда-нибудь в уединенное местечко, может быть, на природу, даже в гараж, написать сначала сценарий, вот подумать, какие-то ключи могут быть, что будет в описании, вот это все, это задача именно предварительной работы, а если вы все бегом-бегом, понимаете, дети, внуки, собаки, семью накормить, уборку сделать, еще и домашнее задание, уже когда все, уже не петь, не рисовать, я вас прекрасно понимаю, но если вы хотите получить результат, то вам нужно делать вдвое, втрое больше и быстрее, в противном случае все зря, ну все зря, ладно, поехали дальше, сразу видно, что военные, Лариса, спасибо, спасибо, так и есть, ну потому что в моей практике приходилось постоянно дрессировать молодых, юных, зеленых солдат, ну пришли они с гражданки, ну у них совсем другое видение было, но пока все по полочкам не разложишь, пока на раз, два, три не будут одеваться, раздеваться, ну не будет из человека солдата, ну не будет с вас ютуберов, если, мягко говоря, постоянно вас не регулировать, ну а как, принимайте критику, какая есть, то есть, если вы не научитесь критику принимать критически к самому себе, если вы не будете критиковать самого себя, ну что ж, тогда вся остальная критика, негативные комментарии, какой-то троллинг просто вас будет выводить из равновесия, и вы за свой штык вовкнете в землю, вот, прекрасно, ну а теперь продолжаем разговор по-трезвому, я возвращаюсь к презентации, я вам показал, что можно отслеживать по виду IQ, по крайней мере, те моменты, которые вам сейчас видны, а нам сейчас после нашего, после нашего занятия, мы начинаем раскрутку ваших видео, вот этих самых видео, о которых я сейчас говорил, вы уже можете сейчас в процессе, ну, наверное, может быть, не стоит, успеем, время у нас будет, это не критично, что прям после видео, буквально первый час и так далее, то есть, ваша задача, задача, вот это вот все понимание, вот пока вы в голове все это уясняете, может быть, вот то, о чем я говорю, ну, вот на начальном этапе будет получаться не слишком быстро, не слишком активно и удачно, но вы должны этот путь знать, вы должны знать эти ступени, которые нужно проходить, для того, чтобы ваше видео начало раскручиваться, поэтому идеальный вариант в первый час это 100 просмотров, идеальный вариант в первые сутки это 1000 просмотров, а вот как их добиться, мы начинаем сейчас внимательно обсуждать. Итак, можно, конечно, делиться вашим видео прямо вот из-под видео на ютубе, то есть, прямо под видео там есть кнопочка поделиться и дальше, но я считаю, что это не лучший вариант. Все-таки вам нужно сделать небольшую описательную часть, чтобы каждое ваше видео в социальных сетях было как пост, то есть, ссылочку на видео закинули, потом дальше описательную часть сделали, призыв к действию обязательно, теги там прописали, чтобы это все было в комплексе, чтобы это был полноценный законченный пост и итогом этого поста ваш видеоролик, тогда он сработает лучше всего, поэтому вы делаете такой пост, вы размещаете свое видео вконтакте, в фейсбуке, в одноклассниках, если там работаете, соответственно, в своей группе, если у вас есть или чат, или вот по чатам, которые у нас есть, в том числе и движуха в Телеграме, вот, можно в Твиттер закинуть, можно, если у вас там блок есть платный или на бесплатной основе, там типа блокспот, и туда можно закинуть, потому что блокспот это платформа Гугла, а то, что платформа Гугла, это, в общем-то, придаст ему гораздо большую активность, то есть роботы ну, скажем так, свои собственные, доморощенные, поэтому сервисы, вот, блоговые сервисы блокспот.ком, они в любом случае проходят одними из первых, вот, но, а теперь, вот, вы разместили, и теперь нужно опять же привлечь трафик, если вы будете кидать каждому в личку, это может быть воспринято как спа, но если вы друзей своих в социальных сетях будете приглашать на пост, на закрепленный пост, вы можете его закрепить или не закрепить, он просто будет у вас вверху, вы просто приглашаете своих друзей из ВКонтакте, из Фейсбука, из Одноклассников, посмотреть на пост, высказать свое мнение, вот, поставить лайк, вы просто просите людей, и люди обязательно откликнутся, но если не все, 50%, если вам нужно 50 просмотров, то напишите 50 друзьям, вернее, тысячи, ой, сотни друзей, если это 50 просмотров, ну, вам нужно, но, как правило, реагирует процентов 20, закон Паретта, никто не отменял, 20 на 80, 80 найдут, скажем так, какую-то отмазку, скажут, что были очень заняты, что им некогда, что посмотрят позже и так далее, а 20%, дай бог, посмотрят, поэтому, хотите, чтобы у вас посмотрели 20 человек, значит, просите об этом 100 человек, хотите, чтобы было 50 просмотров, просите 250 человек, вот, примерно такая пропорция, она во всем, поэтому, просите своих друзей, посмотреть, дать обратную связь на ваше видео, и вы сами будете понимать, интересно людям или неинтересно, то есть по их отзывам, по их мнению, по их обратной связи вы будете понимать, с чем вы столкнулись, это, это же не только должны быть дифферамбы, как вот ваши коллеги пишут по движухе, но я понимаю, конечно, должна быть все-таки и критика, нормальная, адекватная, поэтому, если вы хотите качественный, соответственно, ответ, или же комментарий, или же обратную связь, то, скорее всего, именно, вот, те, ту обратную связь, которую вы хотите действительно услышать, это будет от тех людей, которые будут находить ваше видео в поиске, то есть это будет целевая аудитория, заинтересованная, поскольку ваше видео по платформе Сиген, то для большинства простых людей, она не принято, пока, которые не знакомы, соответственно, с Ройклубом, с Призмом, Сиген, она не, это видео не какой-то привлекательности, соответственно, не будет никакой притягательной силы, или же просто никакого интереса не будет вызывать, поэтому, чтобы люди, соответственно, реагировали, писали адекватные комментарии, вы просите друзей, которые уже в Призме, просите ваших коллег, просите ваших конкурентов, неважно, пусть пишут все, что угодно, нужна обратная связь, нужна социальная активность, поэтому, конечно, больше упор именно на людей, которые уже в теме, вот, следующий момент, вот эта задача ваших первых там часа, двух часов, сколько вы на это потратите, чат поддержки взаимопиара, а-ля, чат нашей движухи, еще у нас там есть видео, канал в Телеграме по раскрутке видео в Академии, но мне кажется, он мертвый, то есть там, в общем-то, каждый пытается свое видео просунуть, но по факту обратного какого-то действия не происходит, поэтому обязательно не просто кидайте видеоролик в чат, обязательно пишите коротенькую аннотацию, что бы вы хотели получить от человека, просите сделать то-то, то-то и то-то, обязательно благодарите, просите посмотреть, причем, когда ваши, когда вы, в принципе, уже видео есть, или же, если вы еще не сбросили, бросайте в чат движухи, а потом открывайте несколько видео, запускайте их, убирайте громкость, пусть они просматриваются до упора, до конца, с тем, чтобы максимальное вовлечение было, прошло там первые 30 секунд, минута, поставили лайк, начали писать комментарии, вот время прошло, прекрасно, поставили лайки на комментарии других людей, и если вы хотите, чтобы ваше видео получило десяток комментариев, пройдите по десятку других людей, хотите, чтобы получило 20, пройдите по 20 видео, все, все работает ровно так, подобное притягивает подобное, по-другому никак, если вы хотите только для себя, но обратно, в обратную сторону вашей реакции не последует, ну, будьте готовы к тому, что в конце концов активность под вашим видео тоже снизится, поэтому, еще раз, подобное притягивает подобное, и вот, когда ваше видео уже в течение суток, двух суток набрали какую-то критическую массу просмотров, комментарии, тогда вы можете подключать уже дополнительные сервисы для раскрутки, что это за сервисы, вообще сервисов для раскрутки великое множество, в большинстве своем это сервисы, которые предполагают вот оплату, оплату за действие человека, ну, многие из вас приходили в интернет и начинали свой заработок на каких-то кликах, на выполнение каких-то заданий, поэтому вот часть этих сервисов тоже самое платит, или вернее вы платите людям, за то, чтобы они опять же смотрели, комментировали, лайкали вот ваши видео. Вот единственное, что подход в разных сервисах разный. И начну я, пожалуй, так, сейчас я должен вернуться к показу экрана. к показу экрана. Да, наверное, экран видно. Вот, и первый сервис это будет U2, UTMonster. UTMonster. Что он позволяет делать? Значит, валютой UTMonster являются коины. Ну, коин в переводе с английского монета. Просто какие-то монетки. Откуда эти монетки берутся? Их можно получить из двух источников. Первое это купить, банально купить, а второе это выполняя задания других людей получить в обмен на эти задания. Вы можете запустить вот здесь справа вверху UT клиент для того, чтобы он в фоновом режиме просматривал видеоролики и тоже зарабатывал эти коины. Вы также можете перейти в раздел выполнения заданий и вы можете выполнять задания в Ютубе, ВКонтакте, в Инстаграме. Соответственно, получать необходимое количество монет за выполненные задания. Вот. Поэтому, прежде чем приступать к этому, к раскрутке своих видео, вам нужно иметь эти монеты. Вы их либо зарабатываете коины, либо, соответственно, покупаете. А вот уже после этого вы, соответственно, уже можете давать другим людям задания. Вот. Выбираем добавить задания. Вот раздел Ютуб. вы вставляете ссылочку на Ютуб. Давайте возьму любую. Вот. Даже Алексея. Вставляем сюда ссылочку на задание. Подтягивается моментальный значок, о чем я говорил. Он тоже привлекает внимание, и здесь в том числе. Название подтягивается автоматически. Дальше мы выбираем тип задания. Это просмотры, это лайки, это подписчики. Но смотрите, я вам хочу сразу еще раз напомнить, если у вас всего лишь там одно, два, три, пять или десять видео, и всего ничего подписчиков, то вы должны понимать, что ваш рост вашего канала должен идти постепенно, равномерно, без резких всплесков. То есть, если вы добавите за один день пятьдесят подписчиков, или сто подписчиков, то будьте уверены, что через месяц YouTube вам все это дело срежет процентов на восемьдесят. Поэтому, если вы хотите, чтобы все это планомерно росло, то у вас должно быть в день максимум десять, пятнадцать подписчиков появляться. И видео должно быть все-таки как минимум семь, восемь, десять, пятнадцать, чтобы у вас уже и рост подписчиков тоже в геометрической прогрессии потом постепенно шел. Поэтому все делаем равномерно. Так же, как заказываем просмотры, так же, как заказываем лайки. То есть, вы должны понимать, что лайков в десять раз, как правило, меньше просмотров, а комментариев в десять раз меньше, чем лайков. Ну, или даже хотя бы в пять раз меньше, чем лайков. Но такая статистика, куда же деваться. Поэтому выбираем то, что вы хотите, и дальше уже выставляете. То есть, если просмотры, то, соответственно, время в секундах. Здесь тоже можно выставлять какое-то время. Ну, от тридцати секунд. Вот. Но вообще можно, конечно, чтобы и побольше было. Но тогда это будет чуть больше монет. То есть, вы опять же исходите из того, чем больше вы задаете вот этот промежуток просмотра, тем, соответственно, дороже все это дело будет. Вот. Ну, вы понимаете, да? Значит, лайки, значит, лайки. Стоимость выполнения вот минимально 250 этих самых коинов. Ну, и дальше вы выставляете сколько минимально выполнений по лайкам будет. То есть, вы вот таким образом можете регулировать. То есть, вы можете в день не более 10 лайков или 5 лайков. Потому что, скорее всего, вы будете пользоваться не одним сервисом. Поэтому пропорционально все это тоже нужно делить. Если вы пользуетесь тремя сервисами разными, то, соответственно, совокупность всех ваших действий должна соответствовать тому развитию канала, который у вас происходит. Первый канал UTMonster. Второй канал ютубер. Здесь идея почти такая же. То же самое можно выполнять чужие задачи, точно так же можно добавлять свои задачи. Здесь у нас то же самое есть внутренняя валюта, которая приходит как от рефералов, так и от выполнения других заданий. Вы также выбираете, что вы хотите. Просмотры, лайки, комментарии, ответы к комментариям даже есть, подписчики. Но мы, как правило, выбираем просмотры либо лайки. Комментарии, как правило, заказывать не имеет смысла, потому что они будут нецелевые. Нам все-таки нужно, чтобы адекватные были какие-то комментарии, поэтому это все-таки должна быть ваша целевая аудитория. Категорию выбираем. Мы занимаемся, в принципе, это может быть обучение, потому что мы же обучаем, на платформе Сиген, то, скорее всего, обучение. Вот, соответственно, ссылочку вставляем, подтягивается название и все то же самое делаем. То есть выставляем бюджет, выставляем количество выполнений и так далее. То есть выбираем страну. Если мы хотим, чтобы наша аудитория была, соответственно, из страны СНГ, то, соответственно, выбираем ту страну, на ту аудиторию, которую вы хотите. На русскоговорящую, выбираем Россию, соответственно, это и будет в большинстве своем русскоговорящий контингент. Вот. Ну и дальше время просмотра ставите. То есть это просмотр в секунду. 300 секунд это 5 минут. Более чем достаточно. Поэтому я думаю, что вот минуты хватит с головой. Думаю, идея вам тоже понятна. Здесь все на русском, здесь есть ответы на вопросы, здесь все это дело можно ознакомиться и изучить. Я просто вам показываю примеры, потому что таких сервисов на самом деле очень много. Вот есть бизнес-сеть Калиостро. Здесь много разных функций, здесь можно использовать и свои видео и сюда добавлять, и писать какие-то тексты, и работать с теми людьми, потому что это аудитория тоже людей, которые хотят зарабатывать, предлагают свои какие-то предложения. Но мы сейчас говорим о конкретно раскрутке видео. Поэтому есть раздел ротации. Вот. Есть ротации. Мы выбираем вот. Ротация каналов YouTube. И, соответственно, ротация видео на YouTube. Вот. Для того, чтобы... Что такое ротация? Смотрите, тут тоже есть два варианта. Бесплатный вариант, когда вы выполняете чужие задания, то есть вы точно так же подписываетесь на чужие каналы, вы комментируете видео, там, или лайки эти видео, или же проводите социальную активность по разным категориям. Соответственно, получаете в обмен точно такой же обратный эффект со стороны других людей. Это примерно то же, что мы сейчас делаем в чате движухи на YouTube. Единственное, что вы уже со знанием дела подходите, а люди могут, конечно, это делать так, лишь бы, лишь бы сделать. Но вместе с тем переходим в настройки и настраиваем, настраиваем ротацию. Мы сами выбираем галки, с чем мы хотим работать, то есть мы можем сюда привязать группу ВКонтакте, и тогда люди будут добавляться в нее. Мы можем привязать свой пост ВКонтакте, и тогда люди будут под постом активность, соответственно, свою проявлять. Мы можем подписать целый канал, на который будут подписываться это подписчики действительно живые. И, соответственно, мы привязываем видео, под которым будет социальная активность. Опять же, лайки, просмотры, комментарии. Точно так же можно работать и с Фейсбуком, с Одноклассником, со Скайпом, просто ссылочку дать, можно ссылочку на видео дать, и то же самое здесь по категории работа по ссылке тоже могут люди переходить на видео Ютуба и, опять же, создавать социальную активность. Твиттер, Инстаграм, Телеграм, все эти моменты есть. Вот, поэтому это еще один ресурс. Есть у нас такой сервис, как SMM Lab. SMM – это как раз продвижение в социальных сетях, и здесь, конечно же, у нас гораздо больше, скажем так, возможностей, например, по тем же самым просмотрам. То есть, мы конкретно здесь исключительно за деньги, то есть, тут пополняется финансовая составляющая, но просмотры могут быть более предметные. Во-первых, они могут быть долго, смотрите. Во-вторых, они могут быть полностью видео просматривать, там, до часу, к примеру. Они могут быть идти по категориям, то есть, вот, например, исключительно по России запущено будет. Можно по другим регионам, мы это дело все выбираем. Мы так, смотрим, 250 рублей за тысячу просмотров. по нужной стране, вот, можно выбрать по нужной стране. Это у нас чисто по таргету Россия. Это у нас просмотры видео YouTube с поиска по ключевой фразе. То есть, мы по конкретной ключевой фразе можем раскручивать. Это у нас просмотры просто 140 рублей за тысячу видео. Живые просмотры, то есть, это будут реальные люди, они будут действительно просматривать до упора. Живые с рекламы, с монетизацией. Ну, в общем-то, нажав заказать, у вас будет полное описание, что и как здесь будет происходить. То же самое все эти категории и по лайкам могут быть, и по подписчикам. То есть, по дизлайкам, лайки на комментарии. Заказывать можно, в принципе, максимально точно все это дело таргетировать, но это, скажем так, уже более профессиональный подход. Вот, ну, еще один черногорский сервис, лайк-срок. Здесь можно зарабатывать внутреннюю валюту, так называемую MSN, вот, но также можно пополнять баланс в евро и тоже получать за выполнение заданий тоже вознаграждение во внутренней валюте. Я, честно говоря, сейчас не помню. Часть заданий вот этой во внутренней валюте, часть заданий в евро возвращается. Поэтому то же самое вы можете как выполнять вот задания других людей, вот, точно так же, соответственно, и выставлять свои. Опять же, нажимаем создать задачу. Здесь возможностей достаточно много, хотя, конечно, много всяких накруток, вот, но в любом случае я этим делом пользовался в свое время и достаточно эффективно. Вот, поэтому просмотры это то, что то, что опять мы заполняем. Вот, опять время просмотра мы выставляем здесь по по шкале. Выставляйте не менее минуты, не жалейте, пусть лучше будет минутный просмотр, а дайте чуть-чуть больше. Вот, выставляете какая валюта вознаграждения у вас есть, такую выставляете и я всегда ставлю чуть-чуть больше. То есть, вот если тут 0,04, то, соответственно, поставлю там 0,045. Так. Не хочет ставить почему-то. я не выбрал что ли тип? Вроде выбрал. А, это подписки, это подписки на канал, пардон, просмотры это вот здесь будет все правильно. Ну, или лайки. Так, опять все то же самое. Да, да, вот можно добавить, ну, поставили там единичку или двоечку, чуть больше. Ограничений в день по лайкам. Ну, к примеру, вы, значит, планируете, чтобы получить, к примеру, там, ну, чтобы это было корректно, ну, давайте, ну, 20 лайков получить в течение 5 дней. Ну, и поставьте 20 разделить на 5, вот вам будет по 4 лайка в день. Но зато это будет планомерно, равномерно все это дело продвигаться. Поэтому все, создаете задачу и процесс пошел. То есть, люди начали выполнять задания, получать вот эти, вот эти ваши вознаграждения, которые вы выставили, и, соответственно, будете получать по 4 лайка именно с этого сервиса. С какого-то из тех, которых я показал раньше, вы еще будете получать 2-3 лайка. И еще с одного будете 2-3 лайка. Там, с Калиостро будете получать 2-3 лайка. То же самое касается и подписок, то же самое касается и просмотров. Поэтому примерно пропорция такая. На 100 просмотров 10 лайков и, может быть, 5 комментариев. Так, надеюсь, вам это понятно. Закрываю сервисы и возвращаюсь к нашему домашнему заданию. Так, отработали час и не заметили. Итак, домашнее задание. Опять же, домашнее задание я даю для тех, соответственно, кто посещает наше задание, потому что, ну, те, кто смотрит его в записи, наверное, это уже поезд ушел. Поэтому прямо сейчас подкорректировать те моменты по ошибкам, по ключам, по описанию, по всем вопросам, по которым я сказал, подкорректировать и публиковать свое видео, начать публиковать в социальных сетях, в чате движухи, потом уделить час-два с тем, чтобы, соответственно, написать комментарии своим коллегам, своим сокурсникам, своим соученикам и, соответственно, начать друзьям, начать, по крайней мере, просить у друзей оценить ваше видео, вот, посмотреть и обязательно благодарите за, заранее благодарю и так далее, за просмотр, за лайки, за комментарии. Поэтому не стесняйтесь, если вы сами не начнете активно все это дело двигать, то, ну, извините, раскачать новый канал очень и очень трудно. Поэтому пройти по чату движухи, вот за последние сколько там неделю времени прошло с момента предыдущего нашего занятия, вот, каждый возьмите по 10-15 видео и, соответственно, пробегитесь по ним, еще раз поставьте лайки, комментарии, если у кого-то еще по ним не было. Ну, действительно, здесь это именно взаимопиар, поэтому я все-таки призываю именно к этим вопросам. То же самое вы можете делать в социальных сетях у друг друга, опять же, под постами друг друга эту социальную активность проявлять. Напишите осмысленные комментарии и обязательно отвечайте на комментарии других людей. Вот, ну, первые-вторые сутки это как раз будут у вас для раскачки. Вот вам двое суток на эту раскачку, на эту первоочередную раскрутку. Параллельно с этим, параллельно с этим, вы можете, кстати, сказать, наши вот эти сервисы, о которых я рассказал, они у нас есть в чате движухи, здесь, в закрепленном сообщении. Тут есть у нас четыре видео, вот они, группа программ помощь по оптимизации, вот они, сервисы для раскрутки видео, то, о чем я говорил. То есть, пользуйтесь, все у вас уже есть. поэтому одновременно с тем, что вы делаете, регистрируйтесь на этих сервисах, вот, где-то зарабатываете, где-то приобретаете, благо призм нам позволяет какую-то, какие-то деньги на это дело выкрой, потому что без дополнительного импульса на самотек пускать эти вопросы нельзя. И уже, наверное, к концу вторых суток, на третьи сутки можно задействовать вот эту накрутку просмотров, лайков, подписчиков, но, повторяю, без фанатизма подходите ко всему взвешенно, чтобы ваш канал, чтобы ваши видео развивались планомерно, иначе YouTube все умнее и умнее, он просто вас зарубит. Друзья, надеюсь, наше занятие было полезно. Вот. Не ставьте своей целью зарабатывать на этих сервисах, ваша задача заработать ровно на то, чтобы там же и потратить. Поэтому накручивайте, но выводы все это, все это, конечно, не то. Я передаю микрофон Игорю, он скажет еще пару ласковых, и мы можем на сегодня завершать. Следующая движуха будет только после Нового года. Надеюсь, за это время, в том числе и новогодние праздники вы проведете с камерой в руке, будете снимать других людей, будете снимать себя, и не бойтесь. Всегда старайтесь идти по ступенькам, шаг за шагом, от простого к сложному, повышая свой профессиональный уровень. Полюбите себя, тогда и другие полюбят вас. благодарю Виктор за замечательные занятия, за четыре таких очень полезных занятия, которые уверен каждому участнику, кто на них был, дали результат, и в дальнейшем будут давать очень ценная информация. Огромная благодарность тебе за то, что делишься в академии, делишься своим опытом. Ну а также сегодня для тех, у кого есть вопросы какие-то по академии, есть возможность задать их в прямом эфире, будет круглый стол академии в 19.30, поэтому добро пожаловать, будет очень интересно, зажигательно. Ну а сегодня у нас все, огромная еще раз благодарность Виктору, ну вижу по чату, тоже все очень рады, занятием очень хорошее, такое все четко по делу и много практики, как всегда, это тоже очень радует. И вот этот разбор, он, конечно, дает такой импульс положительный, как, можно сказать, эффект такого волшебного пендаля, он никто не отменял, очень, конечно, такой формат мне понравился, очень хороший формат, и он как раз приводит к хорошим результатам, потому что критика конструктивна, если она конструктивна, тоже очень важна. Что тогда всем всего доброго и до встречи сегодня на круглом столе Академии. Ну а с тобой, Виктор, увидимся в Сочи. До встречи. Сочи. 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 Сочи.